Ребята, всем привет! И воля у случая, мы оказались в Вологде. Ну как воля у случая? Мы в Карелию едем, куда же, налима душить. Вот так вот. А заехали, знаете, что вам показать? Это не просто вездеход, ребят. Это вездеход Гены Йети. Лесник. Кстати, название у лесника, лесник-турист. Помните, мы объявляли конкурс? Кто придумает название для вездехода? Ребята, никто не угадал. Разыгрывали мы камеру Sony AS HDR300. Увы, никто ее не выиграл. И производитель вездехода Лесник предложил мне, а давай подарим эту камеру деду Валентину. Вы не знаете, кто такой дед Валентин? Посмотрите канал Самоделкин 68. Это дедуля, который просто завоевал нас своим позитивом, энтузиазмом. И он строит себе бортоповоротный вездеход, ну, а-ля Шерп. А может быть, а-ля Лесник. Никто не знает. В общем, дед Валентин уже, скорее всего, снимает эти видео, потому что вы немножечко запоздали с выходом нашей серии. А у деда Валентина уже эти видео снимаются. Так что заходите к нему на канал, смотрите. Дед Валентин, тебе большой привет. В общем, вот такой вот подарок тебе от нас, от производителя вездеходов Лесник. Камера, на которой ты будешь снимать свои видосы. Ну и радовать народ. А сейчас давайте я вам немножечко покажу, что же за вездеход будет у Гены Йети. Погнали! Вот такой пепелац, ребята. Резина Тром-16 со срезанной ламелью. Здесь будет закрываться решеткой. Будет две решетки. Одна решетка для хранения, герметичная. Ну, крышка, грубо говоря, да. А и для движения одна решетка будет вот с такими просечками. Пока она еще не стоит. Смотрите, свет Аврора у Гены. Он весь на на светодиодах весь. Моторчик, слышите, как тихонечко звучит? Хе-хе. Восьмерочный моторчик. Шепчет, шепчет. Герметичная лодка. Вездеход хорошо плавает. Есть подкачка. Стоит Вибаста. Давайте внутрь залезем. Он тентованный. Блин, в нем тепло сейчас. В нем сейчас ребятки тепло. Посмотрите, какая красота. Ух ты, сумка фирменная. С зипом, наверное. Еще не доделана панель, пока Гена заберет. Через несколько дней, буквально через неделю уже этот вездеход. Под Гену надо будет накрутить. потому что он продавит ее нафиг. Коробка несколько. Надо будет привыкать. Первая, вторая. Короче, за 10 моточасов привыкнешь, уже будешь щелкать. Еще удивляться, почему другие коробки не так работают. Смотрите. Спальное место, организация. Хопа. И хопа, ребятки. Все, спальное место готово. Прямо вот быстро очень собирается. Спальное место, видели, да? Хо-хо. Ёлы-палы. Бомба. И это, ребятки, бортовой поворот. Вездеход выходит на лед. Сейчас я немножечко крутанусь, наверное, на нем. Опа. Вот это опция. Тоже прикольно. Секлышко у нас открывается. Ребят, очень легко управляется все это дело. Ну, понятно, что сейчас снег, но рычаги достаточно легко прям управляются. И... Мне нравится. Я не знаю, что это хорошо. О, не больно. Я говорю, ну вы, вездеход. Хозяин будет ругаться. Гена, не ругай, пожалуйста. Я тут тебя натоптал чуть-чуть. Ну, я проверял чисто. Во, хороший вездеход у тебя, Ген, получается. Мне нравится. Стоит Вибаста, ребят. Полноценная. Хорошо. Деду Валентину огромный привет. Заходите к нему на канал. Смотрите видосы, как он строит свой вездеход из ничего на полном энтузиазме. Я думаю, ребятки, скоро мы увидим этот вездеход у Гены. На канале он будет. Поедем на Онега, ловить на Лима. Ну, а мы поехали в Карелию, в Пудаш, немножечко в другие места. Помните сгоревшие мосты? Вот примерно туда. А с какими вездеходами мы поедем, будет очень интересно. Смотрите. Ну, а вы напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого вездехода. И... Как вы считаете, нормальный вес будет у Гены Йети? Мне кажется, вообще нормальный. Гена, наконец-то, сможет на лед выходить на нем. И не бояться ездить. Никак на снегоходе по этой льду. Более того, ездить по льду может теперь. Ну, а пока мы движемся к Карелии, я хотел вам рассказать вот такую вещь. Дед Валентин, в принципе, собирает свой вездеход на голом энтузиазме. Посмотрите его видео, он этого заслуживает. Если у вас есть возможность ему помочь, то помогите. В описании есть номер Сбера, карты. За любую помощь Дед Валентин будет безмерно благодарен. Все поедет лучше, быстрее и надежнее. Как говорится, с миру по нитке у Деда Валентина будет вот такой вездеход. Едем с новым прицепом, но пока что-то я его никак не пойму. Едешь 90, в натяг идешь, вроде нормально. Чуть газ бросаешь, прицеп начинает раскачивать и болтать. Пока не поймем. Сейчас попробуем, может быть, чуть-чуть кривовато заехали. Пик его знает. Но... В общем, будем разбираться, в чем дело и выяснять. Но это не вариант так ехать. Потому что постоянно в натягу. Ты обгон, я делаю. Я обогнал кого-то. И мне вроде оттормаживаться надо. Оттормаживаться-то я не могу. Я иду уже 120, начинаю оттормаживаться, и у меня начинает расколбашивать прицеп. Причем очень быстро. Пока я его не понял. Ребят, ну что ж, мы готовы к выезду. Мы готовы к последние моменты цивилизации. А самое интересное, то, что этот выезд у нас, скажем так, необычный. С нами едет вот такой вот вездеход. И вот такой вот. Трекол у нас будет присутствовать. Вот такой вот трехосный. Александр, а покажите, пожалуйста, как вы лез пить в нем? Мы пока еще в нем успеем. Вытягивайте. Вы такие жесткие пацаны. А это у вас ключ зажигания? Нет, это ключ. Когда патроны кончились, мы пошли с этим ключом в лобовую. Вот. А так с оружием все хорошо у нас. Да. Поэтому смать нам некогда. Безная. Дышла серьезная. На заказ вам делали? Все на заказ. Может, каракад на всякий случай возьмем? Выбираться-то надо будет на чем-то. До места высадки нам на разгрузке 87 километров еще ехать. Заехали в Пудыш. У нас последнее приготовление. Идем по магазинам. Магнит зайдем. Кто что не успел купить, да купит. Хлебушка возьмем. Чертого. Чертого. Поганый у вас прицеп. Поганный. До Мизени вы бы точно с ними не доехали. На переправах бы он там все оставил Так, ребятки Все вроде собрались Все легче ехать будет Поехали, Герасим Васильевич, мы за тобой В общем, ребята Где-то отстают метров на 600 Вот видно на приборе Ну, конечно, трекол здесь бы нас обогнал Но посмотрим, как бы он дальше пошел Но шатун, он не имеет такой скорости Все, здесь уже дорога не чищена Уже она такая дичка Сейчас дойдем до переправы, наверное, и уже там встанем Потому что трекол в ночь переправлять страшно Ну вот они, опоздавшие наши А все, мы уже все поели, едем дальше Давайте уже до переправы доедем След, след, видишь, вот справа и налево переходит Вот дождь шел Решили поберечь антенны И пильнуть это дерево Все, хорош У нас почему-то не работает дворник Мы его делали, делали Готовились, готовились А он что-то не работает Да, скорее всего, надо предохранитель посмотреть Сейчас, ребят, дерево такое было, весюля А мы его пилить не стали Пусть трекол пилит его Не знаю, заметили или нет У нас пантограф теперь стоит Дворник Будем еще дорабатывать Будет еще больше зону делать Обзор и чистить Ну и уже хорошо Ой Ребятки, мы приехали И видим нерадостную картину вообще Нифига Ты видел воды сколько? И напорчик какой Ёлы-палы, ребята Утопим трекол Это вот то самое место После которого уже Ничего нет Ни МЧС Ни скорой помощи Ничего Не пугайте нас Вы же там не были еще Вот побываете Мы были на картинках А? На картинках? На картинках, да А, ну да Идет движуха Будет костер У нас уже стоит свет Мусорка стоит Люляшечки уже жарятся Вообще движуха идет По полной Что, что? Ребята, вон сделали Даже этот самый Кровать мокрая, правда Сырая вся, грязная Подождите Подождите Сейчас все будет чисто Вы зайдите через 3 минуты Ага, зайдем, зайдем И все будет Конечно Вот туда вот А медведь-то придет Как доставать-то будете? А мы одну оставим здесь Ага Вот, вот Ой-ой-ой Вот это да Вот это да А запахи какие, а? Запах пошел Ох Ох Охотники Как разжигают костры Даже Опа Видели С одной спички Спасибо, Факир Да Вот нормально Газовый баллон Газовым баллоном разогревает А ворон Глаз не выклюет Это поэтом Бахнет А вот еще А канистру погрей еще тоже А то она замерзла Канистру после этого баллона С бензином Да, да О, смотри Смотри, как у меня болеете Все, все Все, пошло Надо можно Не полить Полить там Вот эту, да Все, видишь, этот же газ не горит Все, у тебя теперь твой замерз Иди к нам греться Иди сюда грей свой баллон Сюда поставить Все, ребятки Закончился наш лагерь Десять вечера Все ложатся спать Сейчас пойдемте посмотрим Как ты устроился Ой, что это было? Что это было? Не раз, ибо финиш Куда это вы упали? Зачем вы столкнули моего друга? Куда это вы упали? Ты вот тут, я сказал Вот Ну-ка, ну-ка, давай, давай, покажи, как спальни места организованы Оп-оп-оп Все нормально Оп-оп-оп А дальше чуть-чуть? Нет, дальше я А, дальше я Вот так вот, да? Это специальная сигнализация, да? А у вас окон не дует? Пока еще не знаем Мы завтра утром скажем Кончился бал Музыку в подвал До утра Ассаляму алейкум Комар жопа, дорогие Мои собеседники А, ты и ко мне, Гера, да? Здравствуй, дорогой мой человек Приходи ко мне быстрее, иду Ой, как у вас тут, какой красивый постель Почему, 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 один голова туда лежит, другой нога сюда Валетом спим, дорогой, валетом, да А, блин, красавчики Валетом самая тема А вот у нас такое доброе утро Смотрите, вот что-то варят там Котелочек Лица напряжены Все на реку смотрят Думают, как же мы сейчас тут утопим вездеход Вот будет здорово Красотища неакакуемая Всю ночь тарахтел трекол Потому что у него вебасты нету, они греются от мотора Три ночи и все, бака нету Ребята, пьем чай И в бурные воды кунаться Трекол решили вот так, напрямую пустить Будет, что будет По самым бурунам должен идти Сейчас буду разбирать наш интернет Уйдет вам видосик В инстаграм Подписывайтесь на наш инстаграм, кстати Вот тут у нас ледобур катается в этот раз И чувствует себя прекрасно Надо будет под него место прям сделать Нормальное Все, ребята, мы собрали лагерь Догорает мусор Машины уже уехали Мы собираем интернет Я думаю, займет это минут 8 Миша сматывает Катушку связи Которая как раз до точки интернета наземного проходит Если потерялась тарелка Берете катушку, сматываете Приходите точно к тарелке Точно к ней приходите, да Такие мандипуперные разъемы Используются Ух Да Система полностью герметична Может работать под дождем В снегу Да где угодно Ребята, ну вот так система занимает место Вот это зеркало Это коптер у нас Кстати, на коптере надо полетать Может, сейчас я подниму его Полетаю, кстати Вот, все В модуле связи Вот так вот она ездит у нас Места практически не занимает Но пользы и радости Сколько доставляет Ого Километр Нам уже все к переправе подготовили, говорят Так, ребятки Ну что ж, пошел я Пошел я Сам один Музыка 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 Ну что ж, на этом наша серия заканчивается Саму переправу И что при этом происходило Вы увидите в следующей серии И поверьте Это будет того стоить Так что, ребята До новых встреч Ставьте лайки Пишите комментарии Всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok